Она озадачила. И такое же письмо получила Лиза Тушина. Девушка из хорошей семьи. И все мы считали, что ее брак с моим сыном дело почти решенное. Я пришел, сударыня. Сделайте одолжение, милости государь. Сядьте вон там. Сначала позвольте узнать ваше имя. Сударыня, я желал бы называться Эрнестом. Принужден носить грубое имя Игната. Я желал бы называться князем де Момбаром. А между тем я всего лишь Лебяткин. Лебяткин. От Лебяткин. Я поэт. Я поэт. В душе я мог бы получать тысячу рублей от издателя. А принужден жить в Лохане. Вы можете сказать что-нибудь определеннее? А я могу вам прочесть пьесу «Таракан»? Что? Жил на свете таракан. Таракан от детства. А потом попал в стакан полный мухоедства. Ну, это когда в жару в стакан налезают мухи. Происходит мухоедство. Стор, замолчите. Это жалко особо. Действительно, ваша сестра? Богатые чертоги ваши, сударыня. Но бедны они у сестры моей, у рожденной Лебяткиной. Но которую пока, только пока мы назовем Марией неизвестной. Вот вы дали ей 10 рублей. Она приняла. Приняла. Но потому что от вас. Потому что от вас, сударыня, ни от кого никогда она не возьмет. От вас возьмет. Все и всегда. Почему это от меня она может взять, а от других не захочет? А вот потому что, сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе. Я жду ответа. А вот нет, не проговорится Лебяткин, таракан не ропщет. Нет, 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 меня...